Также сегодня от первых лиц республики приняли поздравления и награды, отличившиеся учителя. Церемония составилась в Большом зале Дома правительства. Альбина Ламкова продолжит тему. Победители и призеров региональных и всероссийских педагогических конкурсов, а также учителей, чья работа заслужила признание в сфере образования, отчестовали на этот раз без большого размаха. В предыдущие годы подобные награждения были более многолюдными и проводились с приглашением гостей из всех муниципальных районов. В этот раз в связи с пандемией формат изменился. Присутствующие сидели на безопасном расстоянии и в масках. Из-за сокращенного формата торжественной части количество награждаемых не уменьшилось. Остальные педагоги получат свои награды на местах. В зале собрались около 40 педагогических работников. Председатель правительства республики Аслан Озов поздравил учителей и выразил слова признательности за их нелегкий труд. Затем Аслан Анатольевич за заслуги в сфере образования и добросовестный труд вручил медаль имени Люба Выгодского Оксане Лемешевой, заместителю директора по воспитательной работе школы-интерната первого вида. И нагрудные знаки почетный работник воспитания и просвещения России. Среди награжденных и заведующая детским садом «Гнездышко» Черкесска Зарина Дамалаева. Она 24 года в сфере образования. Начинала трудовую деятельность учителем английского и немецкого языков. 10 лет обучала детей на странном языке. Затем сменила работу в школе на детский сад. Очень благодарна тем людям, которые поверили в меня, которые предоставили возможность получить вот такую награду. Спасибо большое. Очень нелегкий труд педагога, конечно. Особенно сейчас такое время. Люди с самой благородной профессии, отметил первый вице-премьер республики Руслан Тамбиев, обращаясь к учителям. Самое святое и дорогое – это дети. Их доверяют нашим педагогам, которые в свою очередь воспитывают в них патриотизм и, конечно же, дают самое главное – образование. Все награды, которые заслужили педагоги и были вручены в их профессиональный день – только часть того, что они заслуживают. Конечно же, сегодня обидно, что такой праздник и таким небольшим составом жизнь несла свои коллективы. Поэтому мы должны с этим смириться. Поберегите своих близких. Предоставилась возможность сказать слова благодарности педагогам, отметить их достижения, выявить лучших представителей профессионального сообщества и от имени руководства парламента Народного собрания Корчаева-Черкесии. Непосредственный руководитель педагогов, министр образования и науки республики Инна Кравченко тоже поздравила коллег. Коллеги, дорогие ветераны педагогического труда, позвольте мне от всего сердца присоединиться ко всем поздравлениям по случаю нашего профессионального праздника – Днём Учителя. Разрешите поблагодарить вас за ваш ежедневный труд, за любовь и внимание к детям. Праздник для всех присутствующих педагогов запомнится надолго. Вечным напоминанием послужат награды и совместное фотосоржества. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Корчаева, Черкесия.